Европейский Союз и ЕАЭС должны преодолеть недоверие друг к другу. Введение санкций – это антиполитика, без результатов и перспектив. Об этом сегодня на втором заседании Астанинского клуба заявил Нурсултан Назарбаев. На форум собрались эксперты из 20 стран мира. За ходом дискуссии следила Гульнара Жендагулова. Сегодня Евразия находится в центре мирового внимания. Казахстан же стал местом, где ведущие державы проводят открытый диалог. Насущные мировые проблемы обсуждает и на площадке Астанинского дискуссионного клуба. Откровенно, без купер здесь устраивают такой интеллектуальный штурм, благодаря которому удается по-новому взглянуть на проблемы экономики, международной политики, контроля вооружений. В 21 веке философия развития мира такова, что наступает новая эра. Мы все это знаем. Находить конструктивные решения по возрастающему ряду проблем стало гораздо сложнее. Никто не говорит сегодня нам рецепты, как выйти из того кризиса, который начался в 2008 году и не прекращался по сегодняшний день. Это вводит в состояние ступора часть бизнеса, политических и экспортных кругов по всему миру. Во многом именно отсюда исходят все имеющие сегодня геоэкономические и геополитические страхи. Их порождают в том числе и непростые отношения между странами, хотя консенсус вероятен при любом раскладе. Ведь удалось же решить наболевший вопрос вокруг иранской ядерной программы и урегулировать разногласия между Россией и Турцией. Разрешить другой кризис – сирийский. Также невозможно, если не объединить усилия. И способность глобальных держав договориться между собой создает почву для террористов, считает президент Казахстана. Я убежден, что будут найдены компромиссы по Сирии и другим горячим точкам планеты. Это внушает надежду на конструктивные изменения в мире. Необходимо верить в успех миротворчества, диалога по всем острым международным проблемам. Потому к прошедшим выборам в США было приковано особое внимание. Их результат, по словам Назарбаева, обнадеживает. Результаты прошедших выборов в США дают определенную надежду на лучший исход. Имея в виду, прежде всего, что повышаются шансы на возобновление диалога между ведущими державами и попытка достигнуть компромиссов по основным противоречиям между ними. Сегодня необходимо искать новые грани взаимовыгодного сотрудничества. И Казахстан в этом смысле мог бы служить примером. Во многом, благодаря своему стремлению укреплять и налаживать связи со всеми, без исключения странами, Казахстан за небольшой по меркам истории промежуток времени совершил колоссальный скачок в развитии. «Нет пределов человеческого желания. Он хочет лучше жить. Сегодня я вот это получил. Я все время говорю, молодежь, которому сегодня 25 лет, родился он в 91-м году. Он же не знает той период. Я когда ему рассказываю, что люди, матери стояли за молоком, детям с 4 утра могли не достать этого молока, в магазине не было хлеба, не было сигарет, не было сахара. Это тяжело этому молодому человеку понять, когда сейчас все есть. Не надо в Париж ехать нашим женщинам. Зайдите в любой магазин Астаны, там все есть. Все рестораны мира, кухни, которые есть в мире, есть здесь. Понимаете? Поэтому мы еще не достигли того, чего хотим достичь». Лидеру Казахстана собравшиеся эксперты хотели задать как можно больше вопросов. Мнение мудрого и прагматичного политика крайне важно для анализа происходящих событий. Уже после завершения дискуссии ее участники делились мнениями о состоявшемся разговоре. «Конфликты растут, и это, конечно, влияет на всех. И мы еще видим, как сложно найти решение на эти конфликты. И поэтому это очень важно продолжать эту дискуссию. И для меня из Германии, из Евросоюза, Казахстан есть самый главный партнер в этой регионе». «Казахстан здесь себя очень интересно позиционирует, как такая площадка, где собираются разные страны. И вот я как раз делился со своими казахстанскими коллегами. У нас такая аналогия, что Астанинский клуб – это такой цветок, и страны здесь присутствуют и лепестки, а Казахстан – это центр, вокруг которого эта дискуссия разворачивается». «Будущее Евразии становится одним из факторов устойчивости всей мировой системы. Судьба всех нас во многом зависит от тех решений, которые будут приняты сегодня». Гуляра Жандагулова, Алибек Алиев. При поддержке телерадиокомплекса президента. Итоги дня. Обсудить.